Москва контроль. Газпром 631. Добрый день. Курсом Блабгой. Шелон 330. Газпром 9631. Москва контроль. Добрый день. Охознан. Здравствуйте. Радиостанции бывают любительские и профессиональные. Можно их так разделить. Чем они отличаются? Это тема отдельного разговора. Я занимаюсь радиосвязью всей вообще, не только любительской, поэтому иногда вам рассказываю и о профессиональной технике. И вот сегодня расскажу о немного необычной профессиональной радиостанции. Это радиостанция ICOM A22. или A22. Это профессиональная радиостанция, но в ней есть частотный режим. И вообще эти радиостанции работают в авиационном диапазоне. Так вот, авиационные радиостанции, они, естественно, профессиональные, не предназначены для радиолюбителей, но они обладают очень многими функциями, схожими с радиолюбительскими станциями. Итак, авиационная радиостанция ICOM A22. Это переносная радиостанция. Авиационные радиостанции бывают, естественно, бортовые, бывают стационарные, и вот бывают тоже переносные или носимые. Вообще, авиационные радиостанции, это, можно сказать, отдельный тип, отдельный класс радиостанций. Такие радиостанции работают в своем совершенно диапазоне частот, хоть они и профессиональные, но нельзя их запрограммировать на какие-то частоты обычной профессиональной радиосвязи, коммерческой или государственной. Они работают только в авиационном диапазоне. Вообще, авиационных диапазонов два. Метровый и дециметровый, то есть VHF и UHF Airband. VHF это диапазон от 108 до 136 или 137 МГц. И есть еще дециметровый, UHF Airband, он начинается от 220 МГц и заканчивается на 400 МГц. В основном он в гражданской авиации редко используется. А вот диапазон VHF и Airband от 108 до 136 МГц является основным во всем мире. И работают в этом диапазоне, как ни странно, в амплитудной модуляции. Вот эта вот переносная радиостанция предназначена для работы в метровом Airband, то есть от 108 до 136 МГц в амплитудной модуляции только. То есть никаких других частот нельзя в этой радиостанции выставить. Нельзя встать на любительский диапазон 144, нельзя встать на профессиональные какие-то частоты 160-170 МГц. Только в авиационном диапазоне она работает и только в амплитудной модуляции. У многих переносная радиостанция. Эта радиостанция очень несовременная. Выпускалась она примерно с 1995 года, начиная с тех времен радиостанции. Многие вещи в ней и сделаны, как делались тогда. Например, источник питания. Об этом я расскажу вам подробнее. Но все равно мне хочется про эту радиостанцию вам рассказать. И несмотря на то, что она тех времен 90-х годов, конца или начала 2000-х, она все равно до сих пор остается актуальной. Она работает очень хорошо. И в общем-то никакие особенности радиосвязи в авиационном диапазоне с того времени по наши дни не изменились. Так что можно ей пользоваться и сейчас. У меня сейчас здесь две таких радиостанции. Как ни странно, одна из них с тех самых времен сохранилась практически в идеальном состоянии, как новая. Даже к ней сохранилась упаковочная коробка. Вот она, эта радиостанция. Давайте ее распакуем и посмотрим, что входит в комплект. Конечно же инструкции по эксплуатации. Вот такая вот толстая достаточно книжка на нескольких языках, в том числе на английском. Русского, естественно, нет. В ней очень подробно все описано. Можно ее скачать в интернет, в том числе по ссылке в описании к этому видео в виде PDF-файла. Естественно, сама радиостанция в пакетике. Аккумуляторная батарея напряжением 12 вольт и емкостью всего 600 мАч. Да-да, вот тогда, в 90-е годы, делали вот такие аккумуляторные батареи. Это было популярным явлением, что 12-ти вольтовая батарейка уносимой радиостанции и с маленькой емкостью. Мало того, она еще и никель-кадмиевая. К сожалению, до наших дней эта батарейка не дожила. Хоть она и в идеальном состоянии, внешне все как новая. Но батарея сама вышла из строя просто от времени, от хранения. В ней внутри находятся 10 элементов, маленьких никель-кадмиевых, соединенных последовательно. Она должна была отдавать с этих 10 элементов 12 вольт. Но вот они сейчас, эти элементы, неисправны. Уже зарядить их не удается. И поэтому батарея такая не работает. Я одну такую батарею разобрал, установил в нее совсем другие элементы. Об этом вам чуть позже расскажу. А пока продолжим про комплект поставки этой радиостанции. Естественно, есть антенна. Антенна очень гибкая, можно ее загнуть вот так вот. И она совершенно после этого легко восстанавливает свое состояние. То есть очень гибкая и очень мягкая антенна у этих радиостанций. Кстати говоря, материал, из которого она изготовлена с тех самых 90-х годов, так и не потерял свою эластичность. Мало того, что она так гнется, она нигде не потресканная. Вот у меня две радиостанции. Одна как новая из коробки, другая немножко поиспользованная. По ней это заметно, но тоже в хорошем состоянии. Вот у них у обеих эти антенны практически как новые. Далее в комплекте есть адаптер для зарядки аккумулятора. И, к сожалению, только штатного аккумулятора. И, к сожалению, этот адаптер включается непосредственно в аккумулятор с помощью разъема. На боковой стенке аккумулятора есть гнездо. И вот таким образом заряжается штатный аккумулятор. На корпусе аккумулятора также есть контакты для зарядки этого аккумулятора в зарядном устройстве подставки. Но в комплект такое зарядное устройство не входит. Это опциональный предмет. Его можно было покупать к этой радиостанции отдельно. А в комплекте шел только лишь адаптер, который подключается к разъему на аккумуляторе. У меня такого зарядного устройства подставки, к сожалению, к этой радиостанции нет. Но, в общем-то, я ей не собираюсь пользоваться каждый день. Я думаю, что как-нибудь переживу и без этого зарядного устройства. Зато у меня есть опциональный вот такой вот чехол, в который можно поместить эту радиостанцию. Правда, я этого делать, скорее всего, не буду. Очень не люблю, когда радиостанция в чехле находится. Кнопки неудобно нажимать. Индикацию плохо видно. В общем, есть и есть этот чехол. Итак, продолжим про аккумулятор. Мало того, что он заряжается с помощью вот такого вот адаптера, который подключается прямо к разъему на самом аккумуляторе. Еще и разъем у нас есть на радиостанции для подключения источника питания. Но этот разъем другого типа. Он гораздо большего диаметра, чем разъем для зарядки. Этот адаптер нельзя подключить к радиостанции. А к ней можно подключать какой-то источник напряжением 12 вольт для запитки уже радиостанции самой, а не для зарядки аккумулятора. И также в комплекте с радиостанцией есть еще и переходник-адаптер для подключения авиационной гарнитуры. На корпусе самой радиостанции есть разъем для подключения гарнитуры. Он такой же, как и у большинства радиостанций носимых. Это гнезда 2,5 и 3,5 мм, но с распайкой нормальной. Не как у всех китайских радиостанций, которые скопировали с радиостанций Кенут сносимых. А здесь распайка, как у большинства радиостанций Айком, как у радиостанции Алинка было в 90-е годы, даже как было у Езу тоже в 90-е годы, пока они не перешли на один 4-х контактный разъем. То есть здесь два разъема 2,5 и 3,5 с обычной Айкомовской распайкой, которая также, как я вам сказал, в радиостанциях Алинка применяется. И вот есть такой переходник, адаптер, который включается к радиостанции вот таким разъемом с двумя штокерами. А на обратной стороне имеет два гнезда под авиационную гарнитуру. Это некий такой стандарт, который часто используется в авиационных гарнитурах. И поэтому гарнитуру, не предназначенную для подключения к носимой радиостанции, можно подключить именно вот к этой станции с помощью такого адаптера, который тоже входит в комплект. Разъем для подключения антенны BNC практически стандарт для переносных радиостанций в 90-е годы. На большинстве станций используются именно такие разъемы и на радиостанциях Езу, и на Алинка, и вот на Айкомах тоже стояли такие разъемы BNC. И очень удобно было то, что на всех радиостанциях один тип разъема для подключения антенны, мало кто использовал какие-то другие. Не то что сейчас, все ставят, что кому не лень. Хорошо, если это разъем СМА, или как некоторые ставят, там мама, папа разные, ладно еще реверсы СМА не ставят. Но вот тогда был один практически стандарт BNC, очень на многих радиостанциях использовался, не считая, конечно же, моторолы, у которых коннектор в виде болтика. И здесь тоже этот разъем BNC. Не самый хороший разъем в плане его высокочастотных свойств. Не зря сейчас от него отказались, но тогда он очень много где использовался. В общем, разъем BNC популярный, часто встречающийся. Других каких-то разъемов на корпусе этой радиостанции больше нет. Для того, чтобы запитывать эту радиостанцию в наши дни, я переделал аккумуляторный отсек одной из радиостанций и установил в него литий-полимерные элементы. Три элемента, аккумуляторный отсек разбирается очень легко, у него на корпусе есть 4 винта, самореза тонких, длинных, не то что у многих радиостанций современных. Аккумуляторный отсек заклеен наглухо, намертво, и он одноразовый. Здесь разборный аккумуляторный отсек, он просто развинчивается, открывается. И старый элемент 10 штук никель-кадмиевый я оттуда убрал и поставил литий-полимерные. Аккумуляторы спасибо тем, кто мне их подарил. Для зарядки я установил отдельный разъём на корпусе и вывел на него все точки соединения аккумулятора, для того, чтобы их балансировать. Какую-то плату балансира внутрь я не стал устанавливать, хотя она там бы поместилась, так как у меня её готовой нет, а ждать посылку с Алиэкспресса это месяц лишний, поэтому лучше просто поставить разъём сюда, и буду заряжать внешним зарядным устройством, уже имеющим балансир. Емкость, кстати говоря, получилась больше, чем была у штатных аккумуляторов 600 мАч, а у современных литиевых получилась емкость заявленной 1300, при этом они меньше места занимают и гораздо-гораздо меньше весят, получилась лёгкая такая батарейка. Конечно, если бы эта радиостанция была у меня для повседневного использования, как у меня есть различные радиостанции Моторола или ЕЗУ, которые я ношу с собой практически всегда и везде, то, естественно, я бы заряжал эту радиостанцию, аккумулятор от неё тоже от подставки какой-то. Но поскольку это авиационная радиостанция, не каждый день, мягко говоря, мне нужна, можно и таким способом позаряжать, подключая зарядник через разъём. Нижний подход, Аэрофлот 1226. Ещё раз добрый вечер экипажа. Снижайся, шоу 130. Готово к визуальному заходу. Полоса 18 левая. Информация. Аэрофлот 1226, нижний подход. Опознанный ГПП, 18 левая. Роми Папа 1 Виктор, снижайте шоу 70. Заход 18. Визуальный 18 левая. Информация. Информация 1226. Ждайте визуальный заход. Ветер 290 градусов, 5 метров в секунду. Информация. Прямо спасибо. Организация 6. У органов управления есть следующая радиостанция. Сдвоенная ручка регулировки громкости и шумоподавителя, и она же ещё выключатель питания, совмещенный с регулятором громкости. Шумоподавитель обычной аналоговой ручкой регулируется, но направление вращения её в обратную сторону, то есть, как мы привыкли, шумоподавитель закручивать, закрывать. Здесь он, наоборот, открывается при этом. Вот у этих радиостанций такой необычный, непривычный шумодав. И ещё одна ручка. Это валкодер. С помощью него можно переключать частоту или каналы. Естественно, есть кнопка включения передачи, и рядом с ней ещё две кнопочки. Одна из них включает подсветку, очень неяркую зелёную подсветку дисплея и клавиатуры. Вторая кнопка включает фильтр ANL. Этот фильтр очень простой, находится в схеме после амплитудного детектора, или, можно сказать, является частью этого амплитудного детектора. И он срезает очень громкий сигнал. То есть, что он делает? Все громкие низкочастотные звуки, которые громче, чем возможны при данном уровне, несущие. То есть, если у нас есть несущая амплитудно модулирование с каким-то уровнем, то звук на выходе детектора не может быть громче, чем в два раза это несущие по мощности увеличится. Вернее, не по мощности, а по напряжению, конечно же, при 100% амплитудной модуляции. Вот все звуки, которые громче этого уровня, он срезает. Фильтр называется ANL. Во многих CB-шных радиостанциях тоже бывает, и вот в авиационной, поскольку она в амплитудной модуляции работает, тоже есть, включаются кнопочки вот здесь сверху. На передней панели, на лицевой, есть полная цифровая клавиатура, с помощью которой возможен прямой ввод частоты, и жидкокристаллический дисплей, на котором тоже индицируется частота. Авиационные радиостанции всегда имеют возможность прямого ввода частоты с клавиатуры или установки частоты с помощью каких-то ручек без всяких каналов. Я сейчас имею в виду гражданскую авиацию, в военных бывают каналы, но сейчас разговор не об этом. Итак, здесь есть прямой ввод частоты, потому что в авиации пилот, перемещаясь по воздушной трассе на воздушном судне, он не всегда знает, какие ему частоты понадобятся. Ему могут просто сообщить, что работать со следующим пунктом управления воздушным движением на частоте такой-то. И вот он только сейчас узнал эту частоту и будет ее набирать на радиостанции. В данном случае на этой радиостанции можно набрать частоту либо с кнопок прямым вводом, либо установить с помощью валкодера с шагом 25 кГц. У этой радиостанции фиксированный шаг 25 кГц только. В авиационном диапазоне в основном этот шаг и применяется. Других практически никаких не бывает. Есть более мелкий шаг 6 с небольшим кГц, он применяется крайне редко. В основном все работают через 25 кГц. Также в этой станции есть ячейки памяти, их всего 50 штук. Можно туда записать какие-то часто нужные вам каналы. И у этих ячейк памяти также может быть буквенное какое-то наименование. Естественно, все настройки радиостанции, в том числе запись частоты в эти ячейки памяти, производится непосредственно с клавиатуры радиостанции, с компьютера она не программируется. Расло 1226, подхожу, прошел на сигнал. Расло 1226, 998 гекта паскалей, снижайтесь в 800 метров, продолжайте уровня ПАПа 1 Виктор, визуальный контакт с ВПП, доложите. Снижайтесь в 800 метров, подавление 998 гекта паскалей, визуальный контакт, доложим и продолжаем заход в уровне ПАПа 1 Виктор. По схемотехнике, по архитектуре, эта радиостанция имеет приемник супергетеродин с двумя преобразованиями частоты 1 ПЧ, 35 МГц, вторая, конечно же, 455. Расло 1226, подходьте к зоне визуального маневриза. Расло 1226, сию полосу, наберем. Расло 1226, разрешаю визуальный заход на ВПП-18 левого. Работайте с вышкой 1234. Разрешаю мой зонный заход с вышкой 124, а вот 1226. Добрый вечер от экипажа, продолжаю, визуальный заход, полоса 18 левая. Расло 1226, нижняя вышка, заход разрешаю, ветер 310 градусов, 3 метра, полоса 18 левая. Заход визуальный, 18 левая, нормация прямая, 1926. Я сказал немного неправду, когда говорил о том, что работает эта радиостанция только в амплитудной модуляции. В ней есть дополнительный прием в частотной модуляции погодных каналов американских. При этом даже частота не отображается на экране. Частота находится в районе 162 МГц. Естественно, передача там невозможна, прямой ввод частоты невозможна. Можно только переключать эти 10 американских погодных каналов. Нам, обычным людям, не живущим в Америке, функция эта совершенно не нужная. Но она здесь есть, и поэтому приемник может принимать и частотно модулированные сигналы. Но в авиационном диапазоне эта функция не включается. Она включается только на этих 10 погодных каналах. Но функция приема погодных каналов есть только в американской версии радиостанции. В европейской версии такой возможности нет. В европейской версии на нижней левой кнопке на радиостанции нет двух букв VX. Это и есть включение приема погодных каналов. Как я вам уже говорил, у меня две таких радиостанции. Одна из них как раз американской версии с приемом погодных каналов, а другая европейской версии без надписи VX на кнопке. Авиационный метровый диапазон условно делится на две части. Нижняя часть от 108 до 118 МГц считается навигационной частью, навигационным диапазоном. А вот от 118 до 136 МГц это уже авиационный диапазон для речевого радиообмена. И вот эта радиостанция работает на передачу только в той части авиационного диапазона, которая предназначена для речевого радиообмена. То есть ниже 118 МГц она на передачу не включается. В гражданской авиации обычно так и есть. Обычно частоты аэродромов или каких-то пунктов управления воздушным движением находятся выше 118 МГц, но бывают и исключения. А в военной авиации это вообще правило не действует, частота может быть любая. Прием же в этой радиостанции возможен в обоих половинах авиационного метрового диапазона и в верхней и в нижней. Мало того, когда эта радиостанция работает в нижней части, то есть ниже 118 МГц, там где передача у нее невозможна, в ней появляются и навигационные функции. В общем-то это отдельная тема, которая заслуживает отдельного рассказа, отдельного видео. В этом видео я не буду рассказывать о навигационных возможностях этой радиостанции. Может быть когда-нибудь руки дойдут отдельно про это рассказать. В общем ниже 118 МГц эта радиостанция тоже принимает сигналы, передавать она там не может, и в ней включаются навигационные функции при переходе через 118 МГц ниже. Мощность передатчика этой радиостанции заявлена 5 Ватт. Но это только в пике амплитудной модуляции, а в несущей это немного больше 1 Ватта. Не очень современная, но неплохая радиостанция авиадиапазона ICOM ICA22. На этом мой рассказ о ней закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь также на группу ВКонтакте, в Фейсбук. Здесь был Алексей Игонин. До свидания. Нижний Новгород. Отиск. Информация. Санго. 13.00. Заход ИО. Экс-рей. ВПП 36. Правая. Влажная. Меней 1 мм. Сцепление нормативное 0.55. Эшелон перехода 60. Рабочая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова